Лучшее в стране Ну, появилась тогда, когда появилась И на этом мы очень рады и счастливы Группа «На-на-друзья» Вячеслав Жеребкин Владимир Политов Михаил Игонин, Леонид Семидьянов Привет, привет огромный Очень рада вас видеть, невероятно счастлива Какой вы красивый, только что с языка снял Спасибо Я вас сижу, рассматриваю И самое главное, я очень рада, что Сегодня вы еще не только поговорите С нашими зрителями, слушателями, расскажете Но еще и споете живем, это особо ценно Но надо отметить следующее Что в ближайшие денечки будет возможность У жителей Красноярского края И Хакасии Поприсутствовать на ваших сольных концертах А потом и москвичи Гости столицы Ну с чего начнем, по порядку, может быть, наверное, тогда С Красноярского края Завтра мы отчаливаем из Москвы На целые две недели На 18 концертов 18? Да Но это не просто концерты стандартные Это же история, посвященная Дню Защитника Отечества Насколько я знаю Да, концерты посвящены Дню Защитника Отечества Это кассовые концерты, афишные Мало кто сейчас работает, такие большие туры кассовые Ну, как в старые добрые 90-е Где-то будет даже по два концерта в день Даже так, боги мои Я думаю, что вы в этом уникальны абсолютно Притом все два концерта в день будут сольники Ну, в общем так, друзья Если в ваших городах висят афиши Срочно не раздумывайте за билетами Бегом Города кто-нибудь помнит так на вскидку Хотя бы некоторые Ой Из Красноярска Начнем с Шушенского Так, хорошо Ну и, естественно, расскажем про московский концерт Культурный центр «Москвич» 16 марта И вот, наконец, жители столицы и гости Москвы Да, весенний концерт в Москве, конечно Это уже будем поздравлять девушек-женщин, я так понимаю Да, это уже, да, это девочкам повезло Это девочкам повезло Программы как-то у вас отличаются вот в таких случаях? Ну, я имею в виду та программа, которая Дню Защитника Отечества И здесь программа, которая весне и женщина Если каждому празднику делать новую программу, жизни не хватит, по-моему Хотя, мне кажется, у вас уже такое количество этих программ, что касается какого-то разнообразия Вам-то тоже? Все равно меняются, конечно, в зависимости от аудитории, в зависимости от праздников Все равно мы делаем какие-то сюрпризы У нас не бывает два одинаковых концерта Хотя программа та же, вроде бы Но все равно все по-разному, всегда по-живому Это всегда что-то новое А это, кстати, та самая программа, с которой выступали Новая и лучшая, по-моему, если не ошибаюсь Он называется, да, в прошлом году Это та самая программа Сейчас будет еще больше новых песен Вот, даже тот, кто был, значит, на этом концерте Он обязательно должен прийти 16 марта Конечно И не пропустить Друзья, ну, надо сказать, что, конечно, в прошлом году вы просто взорвали Взорвали все радиостанции и телеканалы И, наконец-то, случилось все чудо Великое это клип и песня Зинаида Да Честно скажу, что с появлением этого клипа вы оказались в нашем эфире, наконец-то Потому что вот до этого... Слава Ну как же, да, ну надо, ну надо, ну любим Не прошло и годы Но уже тысячу лет любим И существует же, все у них хорошо Они же прямо гастролируют, и все в порядке И вся страна их обожает просто А где же клипы? И вот, наконец, Зинаида За что спасибо, конечно, вам большое хочется сказать Мы, кстати, посмотрим сейчас этот клип Я просто хочу спросить, а почему до этого так долго не было клипов? Кто ответит? Отвечай, Володя Вдохновение не приходило Не, ну мы вообще планируем еще в процессе... Вот на нашем новом альбоме Мы еще будем снимать какие-то клипы Так что это только начало Ну, прекрасно, заинтригоровали Новый альбом, он уже пишется О, он уже записан 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 новый альбом И буквально, вот, наверное, на днях Стартует первая эпишка В iTunes, в Apple Music, в Google Play Можно будет первые три песни из этого альбома скачать Потрясающе Несколько слов об этом альбоме, кто скажет? Ну, альбом такой несвойственный, наверное, для группы Nonite Это абсолютно другое звучание Современное, модное, я бы сказал Такое глубокое, где-то космическое Такая музыка, она в основном танцевальная Есть, конечно, лирические песни, очень красивые Я думаю, что для многих новые песни будут приятной неожиданностью Зинаида будет в этом альбоме? Зинаида, Зинаида будет, наверное, в следующем альбоме Будет всегда Как? Вы все продумали и придумали Сейчас мы пишем следующие альбомы Этот альбом будет полностью на стихе поэта Михаила Гуцарева Целиком альбом Да, написал текст для Зинаиды Лучшие в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Ну, конечно, для миллионов нашей стране лучшие, любимые, самые-самые необыкновенные Группа NaNa сегодня у нас в гостях Раз еще раз Мы смотрели потрясающий клип Ребята, как вы думаете, у Зинаиды будет такая же судьба, как у Фаины? Или она будет отличаться? Ну, предполагается Будем надеяться Предполагается Действительно, сейчас она такая популярная песня И уже многие даже приходят, вот, женщины, девушки с именем Зинаиды Они говорят, якорь Зинаида! Уже споем прикольно Это же очень приятно, конечно, когда вдруг с твоим именем появляются песни Это все Да, это потому что мы на концертах раздаем Очень серьезные такие призы, крутые, да Так, вот еще подробнее, пожалуйста, про призы крутые Всем, кто участвует в наших программах, а участвует практически вся публика Потому что мы вытаскиваем людей на сцену, они поют вместе И вот, в частности, представители женского пола с именем Зинаида Тоже, как бы, участвуют у нас в конкурсах и получают супер-призы Поэтому они приходят с паспортами сразу засвидетельствовать, что да, вот, мол, я Зинаида Что это за супер-призы? Нельзя ли рассказать? Ленька на ночь Или на две Слушайте, ну, я... Ну, супер-приз Это супер-приз, да Так, кстати говоря, что касается концерта 16 марта, да, я тоже нашла информацию в интернете Что вы как раз и говорите, что практически у каждого пришедшего будет возможность принять участие в вашем шоу, в вашей программе Как вы собираетесь разместить вот этот вот зал большой весь на сцене? А не обязательно размещать весь зал на сцену Можно сцену разместить среди людей Конечно, вы просто спускаетесь в сцену Мы просто выходим в зал, да, и зал превращается в сцену Просто для нас, зрители, это как действующие лица нашего спектакля музыкального Это действительно музыкальный спектакль, потому что у нас очень много интерактива, и мы ходим по залу, в общем, у нас зрители принимают участие очень активно Поэтому каждый концерт очень необычный и интересный Наверняка каждый концерт еще отличается обязательно чем-то, да? Да А он же не похож наверняка Ну, потому что это живые моменты в концертах, и бывают такие интересные, всякие репризы выскакивают Поэтому каждый концерт не похож и отличается друг к другу Этим интересно, и нам очень интересно, потому что когда общаешься Да, у жителей Красноярского края, Республики Хакасия, будет как раз прекрасная возможность, мне кажется, проследить, действительно Подтвердить эти слова Можно поездить, посмотреть разницу Поездить, конечно Найти 10 отличий, что называется Володя, дорогой, еще немножко о Зинаиде, о клипе об этом, потому что именно тебе не так давно на день рождения была подарена Зинаида Ну, она, конечно, не из крови и плоти, но из резины Резиновая Зина Но, тем не менее Не сдулась еще К сожалению, Зина уже сдулась Все Зина уже не так Она не вынесла А ведь ты обещал, что ты будешь как-то поддувать ее, поддувать, поддерживать ее формы Для этого нужно либо ее возить с собой на гастроли, либо находиться все время рядом, поскольку у меня такой возможности нет А доверить я ее никому больше не могу, кроме себя Загубил женщину Зинка сдулась Чемоданы большие, положил ее, она не помешает никому Друзья, ну я так понимаю, что резиновая Зина только у Володи была, больше пока никому не дарили Мне нет Я думаю, у каждого человека в жизни была Своя резиновая Зина Ну, это интересно Я хочу обратиться сейчас к вашим поклонникам, к нашим зрителям, слушателям, естественно У них есть возможность уникальнейшая задать вам вопросы 8-909-928-1-89-9, WhatsApp и Viber И надо сказать, их уже огромное количество, этих самых вопросов И я, конечно, так периодически буду к ним обращаться, иначе потом, знаете, не обижаются Но вы, мне кажется, знаете прекрасно сами, что такое обиды поклонников-то, боже упаси, да? Особенно, по-моему, как раз недавно Слава у себя написал, что читаю все ваши комментарии Ну да, они всегда обижаются Если вот, не дай бог, там не лайкнул их, они прям обижаются Я стараюсь всех лайкать Что интернет с человеком делает, да? Да, ребята, вы, кстати говоря, все так чутко реагируете на комментарии, на общение? Нет, я вот, я что-то с этим делом подзавязывать начал Потому что, честно, следить, сидеть за каждым комментарием, это очень проблематично И вот, если я увидел комментарий из ста, который вот так улыбнул меня, я на него ответил Не удержусь и отвечу Да, я на него ответил, потому что, ну, вот, представляешь, сто комментариев, и каждому сидеть отвечать Это можно повесить А это же вопросы последуют за ним еще, еще, еще от того же самого человека А это целая переписка получается, надо просто сидеть, ничего не делать, взять чашку кофе, там, не знаю, там, поесть что-нибудь, сидеть, целыми днями так отвечать комментарии Люнь, у тебя как происходит? Ну, примерно так же, ну, вообще, мы в любом случае благодарны за эти комментарии Потому что это всегда приятно И даже если нет возможности все просмотреть, то это все кайф Открыть, увидеть, что люди там как-то реагируют, увидеть там приветы И, в общем, это радует, спасибо вам, девчонки Греет душу, Володь, ну, конечно Это очень круто, когда ты только выкладываешь видео или фотографию, там проходит буквально 5-10 минут, у тебя там уже там по 20, по 30, по 40 Они прямо из глазах растут, как грибы И страны мира, да, из-за границы, из Германии, из Европы, очень много комментариев Поэтому никто не обращайте внимания Ну, а ты как? Тебе это стоит писать, скажи, или нет? Комментировать как-то там, пытаться что-то? Я, наверное, режу всех отвечаю на комментарии Зато твой ответ всегда праздник Наверное, на 45-50 процентов Да, но если я отвечаю, это действительно праздник И какой-то шухер начинается Это даже можно элементарно посмотреть, когда, допустим, я отвечаю, там, шутканул и так далее Там смотрю, мне пишут, там, понравилась запись, там, 5-10 человек Если Вова ответил, там, лайков на запись штук 100, 200, 300 Потому что, если ответил, все сразу обращают внимание И все сразу, все, как равы, все начинают там лайк, потому что это, на самом деле, там, петарды взрывают на улице, фейерверки Может быть, имеет смысл действительно пореже отвечать, чтобы, знаешь, какая-то интересная А я всем там даваю там Нет, я думаю, мы должны быть все разные, тогда будет интересно, да? Вот Славе, например, клево вообще излить душу Да, я же буду... Я вообще такой человек Не можно обо всем говорить, с ним можно поделиться и поплакаться, и все, и девчонки общаются вот прям Ой, Слава, я тебя поздравляю, у тебя сейчас еще прибавилось там тысячи стонных годов, у тебя, кому поплакаться, хочется Славе Жеребкину, у вас есть такая возможность Ребят, вопрос из Екатеринбурга от Насти Дорогая моя любимая группа Нана, поздравляем с примерой песен Скоро вы отправляетесь в длительные гастроли, назовите 5 самых необходимых вещей, которые вы берете с собой Бритву, тапочки Так, бритвы, тапочки Тапочки, обижать Не, ну это понятно Тапочки есть в отеле, в чем они убрать Нет, а вот что-нибудь, кто-нибудь берет, например, хала Миш, ты свои берешь тапочки, да? Я свои беру тапочки Вот, как интересно Три пары Вот, это неплохо было бы, конечно, да Может быть, кто-то подушку с собой возит, нет, специальную? Я раньше возил ждуна, мне подарили такого ждуна в качестве подушки, классный он такой был И ты с ним спал? Я компьютер всегда вожу с собой Наушники, да, наушники-то вообще не заменил Там все, там фильмы, документы, фотографии Все, что надо для жизни Так, а в наушнике, кто сказал наушники? Я, я Миша, слава Вова Вовка тоже, да Ленька нет А что в этот момент в ушах? У меня тишина Нет, вообще, на самом деле, наушники-то вещь такая Можно и послушать, а если, например, летишь в самолете, а рядом там какой-нибудь ребеночек А там обязательно, или ребеночек, или дядечка какой-нибудь Когда длительный перелет какой-нибудь, да, и какой-нибудь мальчик рядом обязательно окажется, и ребеночек, и будет орать, и вот так раз, включаешь музычку Вот в какой бы ты самолет не сел, тебе везде настигнет маленький ребенок Упокоить ребенка, да, как-то пообщаться с ним, как-то его утешить, нет Я ни разу, Леня, я ни разу не видел, чтобы ты общался и утешила ребеночка Да, ты просто не спал У нас просто перелеты все, обычно все спят, поэтому никто не видит что-то Ой, ну, конечно, когда, надо же когда-то восстанавливаться, это же само собой, да Для этого я купил наушники с шумоподавлением, надеваешь их, как в берушах, ничего не слышишь Так, шикарно Сторона, большой привет из 63-го региона Поздравляют, любят, и какие только, боже мой, тут уголки не затронуты, откуда пишешь, Самарская область в частности Скучаем и ждем Какими успехами своих детей на сегодняшний день папы гордятся больше всего От Ольги из Тольятти пришло сообщение Ну, я так понимаю, что они касаются Славы, наверное, и Володи Я могу начать, у меня сын, наконец-то, ну, вообще А почему ты самый-самый главный? А у меня их четыре Ма, вот с какой стороны, все, я поняла Нет, сын в армии служит, я горд тем, что у меня сын служит в армии Потому что многие сейчас из молодежи косят и не идут И там Ну, встречаются Кстати, мой сынок тоже, он не очень-то особо и рвался Но я сказал, что, сынок, ты давай, это, надо учиться защищать нашу страну И он Папа должен ездить по стране, где спокойно все Недавно, вот в прошлом году, он, значит, принял присягу Потом звонит, говорит, папа, хорошо, все, я стараюсь, я не подвожу тебя, я служу Я говорю, ну, молодец Вот я горд этим, что он служит Слав, мы тоже гордимся теперь, правда Здорово Ну, хорошо, остальные трое? Значит, ну, два, которых от второго брака, они еще маленькие, еще подвигов пока не совершили Ну, один подвиг мы видели, вашу прогулку в зимнюю в Инстаграм Да, сынок растет, маленький, ему год и четыре Люди уже подметили, что походка одинаковая, абсолютно один в один Да, 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 чем-то он похож Вот, ну, в общем, а дочка старшая, она учится, ой, работает уже менеджером по управлению персоналом Слушайте, как все хорошо, Слав, замечательно Володь, ну, у тебя тоже студентка? Студентка, да, вот закончился первый семестр, сдала, слава богу Зачем? Ты как-то вообще пытаешься там контролировать, интересоваться, может быть, тебе помогать? Ну, конечно, контролировать обязательно, тем более в этом возрасте Ну, а, процесс учебы, или ты за это спокойный абсолютно? А ты вот проверяешь там как-то уроки, семестры, как она знала? Ты писал о семестре? Ну, я, якобы, я общаюсь с деканатом А, ну, все в порядке тогда Все косяки там, пропуски, прогулы, я... А, ну ты по дисциплинарной части больше, да, Ох? Ну, а как я могу, я в этих предметах не бум-бум Вот Там, тем более же дело касается дизайна, да, если я не ошибаюсь? Да, да Поэтому, вот, дизайны его По поводу дизайна к Мишке надо Он сейчас занимает дизайн Так, ну, а, Миша, Леоня, вам здесь особо сказать нечего, я так понимаю, да, потому что, да, все еще впереди, все еще... Я еще погуляю годы 12 А не загадывай, ох, не загадывай Сейчас как в Красноярском крае, как встретишь любовь всей своей жизни, скажи славу, и все Да, да, даже 12 лет ты больше никому не нужен Друзья, программа «Лучшее в стране» продолжается группа «На-На» сегодня в гостях у нас в студии Провожаем ребят на гастроли в Красноярский край, Республику Хакасия Потом 16 марта будем встречать в Москве на сольном концерте В общем, покой нам только снится, что называется, да? И хорошо Ну и хорошо, да, действительно У нас активная жизненная позиция Ребята, буквально же годик-другой и 30 лет стукнет в группе Да, ужас! Даже представить невозможно А казалось, вот вчера только все начиналось Это вам невозможно представить, а Миша-то с Леней, мне кажется, легко представляется Ну так они и выросли Вы что-то глазки покрустнели как-то, ребят, я не знаю Миша, когда нас слышал, сколько тебе было, когда ты услышал нас? Ну, бегал я уже Бегал уже? Конечно, бегал, сам Да На веревочке держали тебя? Нет, почему ты знаешь, что на веревочке? Бегал, сам Молодец Ну я, честно говоря, не слышал группу «На-На» Вот так, потому что я довольно поздно услышал Когда я уже пришел работать, я услышал То есть вообще не в курсе был? Вообще не в курсе был, да, кто, что Причем так интересно, когда я пришел работать Это была подготовка к шоу «На-На над землей» программа И там участвовали такое количество народу Там было три балета, целых там куча пиротехников, какие-то рабочие сцены, декораторы Там муравейник был просто В зале сидел один человек, это Барри Алибасов Остальные все на сцене были И кто из них солисты, я не мог долго понять Сейчас ты выучил? Все в порядке? Да, наконец-то уже начинаю узнавать Всем я поздравляю, да Скажите мне, пожалуйста, мои дорогие Ну вот 30 лет, ну это такой серьезный большой возраст Мало кто вообще остался, те, кто с нами начинали В общем, да Ну, вы молодцы Я как-то слушала интервью с Володей, который сказал, что, в общем, ну это очень мудро И надо понимать все моменты, потому что в одиночку уйти — это 100% остаться одному Надо, как ты хорошо сказал, держаться командой В стае, в стае, в стае, точно, молодец, спасибо, да, именно в стае На протяжении 30 лет, вот Барри Каримович, как вам кажется, изменился? Ну, помолодел, похудел Помолодел, похудел, да, выглядит моложе, чем быть Еще стильнее стал Он всегда был стильным, вообще потрясается Ну, какое-то главное отличие у него появилось, есть оно, нет? Мудрость, мудрость у него такая появилась сейчас вообще Это человек, который не так давно стал общаться с Барри Каримовичем, но... Как не так давно? В 99-м я пришел Когда была программа «На над землей» Это уже сколько лет назад? Ну, 18-19 Считать никто не умеет Слава с Володей, давнее, что называется Это 17 лет 19 Ну, Барри сейчас, может быть, более такое стало Как сказать? Помягче, может быть Хотя, когда происходят какие-то репетиции, что-то еще там, конечно, мы... Такое у нас творческий... Огребаем, хочется сказать Нет, когда творческий процесс идет, мы даже меж собой, когда у нас концерт заканчивается, у нас такие происходят батлы за кулисами Это нормальный процесс, это замечательно, что у него запал остается тот же Ну, все, сейчас как-то он такой более степенный, такой, юморит больше А он вас продолжает удивлять чем-нибудь? Бывает такое, что он скажет, как завернет, какими-нибудь планами, какой-нибудь идеей И скажет, вот, Барри, думали, уже все, знали о нем, а нет Идеи, да, ну, вот, мы готовимся к концерту Мы все увидим, да? Да, я так думаю Идеи, у него действительно, он кладезь идей И иногда удивляешься ему, откуда, чего берется вообще У него столько идей Прям даже... Так самое интересное, что они все практически реализуются Да, и они такие сумасшедшие идеи Просто иногда думаешь, да нет, это нереально, ну нет, невозможно, ну как? А как вы думаете, если бы все-таки он женился, Барри Каримович, он бы изменился как-то? Так он же сколько раз женат был Да это понятно, но в конце концов он все равно говорит, что я не создан для семьи, для всего этой ерунды Да нет Он бы не был тогда Барри Алибаса Ну да, он, наверное, все-таки живет Жена у него сцена, музыка, вот его это настоящая жена А группа на дети Да, а мы его... Я могу его легко представить в качестве такого семьянина Да? Да, ну потому что он дома такой очень домашний, он любит своего кота Он очень символливый Да На диване хорошо смотрится Миш, ты недавно рассказывал, что пересматриваете обязательно свои выступления, потом видеозаписи их, да? Да, конечно, конечно Все вместе? Вот Володя, например, мне кажется, уже не смотрит Почему? Тоже смотрит? Нет, мы смотрим обязательно Мы смотрим больше с точки зрения анализа, какие недочеты, что надо исправить А кто касанул там сразу, ага, смотри, смотри... И давай гнобись, давай давить, да? И, кстати, я могу сказать, что это происходит практически сразу после концерта Мы концерт отработали, переоделись, сели там в транспорт, когда едем до гостиницы И работа продолжается Сразу никто не отдыхает, не кушает, там сразу садится, и садимся, смотрим там Вот ты что здесь делаешь? А ты что здесь делаешь? А ты что? Вот смотри, а ты вот не так делаешь, а вот ты молодец И даже недавно Миша сделал замечание Славе при таком же разборке полёте Да, ужас! Вообще, мне... Не усмелился! Что же ты там такое выкинул? Да я вообще не знаю, я не знаю, что-то ему не нравится Все не нравится, конечно Что тебе не понравилось? Ведет все отвратительно Так, друзья, давайте добавим еще одну видеозапись для группы ННО Чтобы им было потом над чем поработать, если вдруг посмотреть Но сегодня я прошу вас сейчас спеть там, конечно Спеть? Алик, давайте Да споймем Представьте, пожалуйста, песню кто-нибудь, пару слов Песня из нашего нового альбома, называется она Тук-тук Поет голубоглазый плотир Поет голубоглазый плотир Учащенный пульс в венах бьются Чувства ток-ток Впусти Сердце на предел Сумасшедший темп Ток-ток Впусти В твоих глазах Как море утону Я в них увидел свет Осколков неба Я убегу С тобою в тишину И погружусь в твой мир Как в лучах света В твоих глазах И в твоих глазах бесконечное лето Я буду искать тебя на всех планетах Ярким светом лодча пожжет Когда сердце ток-ток Впусти Ты ворвалась в клуб Без тебя Наверно не как Прости В твоих глазах В твоих глазах Как море утону Я в них увидел свет Осколков неба Я убегу С тобою в тишину И погружусь с вами Как в лучах света Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В твоих глазах Как море утону Я в них увидел свет Осколков неба Я убегу С тобою в тишину И погружусь в твой мир Как в лучах света В твоих глазах Несконечное лето Я буду искать тебя На всех планетах Я буду искать тебя Браво! Группа NaNa! Программа «Лучшая в стране» Телерадиоканал «Страна.ФМ» На эту песню надо обязательно знать клип Непременно Будешь участвовать в клипе? С удовольствием Будем к тебе Ниже всех В этой песне Так это гимнастику У него просто поясница болит Он ее разминает периодически Сидеть в доме Ребят, у вас в том году было такое очень знаковое событие Это выступление в Лондоне Да! А причем место какое? Да, ну какое-то невероятное просто Уникальное место Где вообще Начинали еще тогда В 60-х годах Битлз Роллинг Стоун Джимми Хендрис Клуб называется Бэк О'Неллз Это Не знаю как это переводится Вообще никак не переводится Сумка с гвоздями Да, но место действительно уникальное Все лондонцы знают Все вообще Что это за место Там, кстати, познакомился Пол Маккартни со своей Линдой И есть этот стол Где они сидели Отдыхали Это на нем танцевали как раз? Мы на нем танцевали, да Мишка на нем танцевал, да Весь концерт Как? Ну как же ты ему вешал? Как же не потанцевать-то на таком столе? Его не пускали на сцену Фанатки окружили Ну это даже А это правда, что вы единственная российская группа Которая выступала Да, да, да Мы вообще много где выступали Вот, например Мы выступали в Нью-Йорке Это еще в 90-х каких-то годах На юбилей Hard Rock Cafe Это тоже уникальное место Легендарное место Легендарное место Легендарное место Это музей И там тоже выступали самые крутые звезды И такие там Весят гитары Костюмы Музыкантов А как вас занесло в Швейцарию В Монтреу на джазовый фестиваль? Ой, это вообще было Мы были даже Мы, кстати, были, да Участниками этого фестиваля А среди них Этих участников Был легендарнейший человек Роберт План Роберт План Да Представляете Самый интерес Мы выступали на сцене Благодаря которой Deep Purple написали Песню «Дым над водой» С Моконда Вода Дело в том, что На этой сцене выступал Франк Запа И как раз начался пожар А Deep Purple после концерта Сидели у себя на балконе в гостинице И наблюдали вот этот дым Который над этим озером шел И родилась у них идея написания этой песни И вот мы выступали на этой самой сцене Ну это потрясающе А что вы исполняли? Ну наверняка они на русском языке, да? Пели, наверное, что-то было на английском? Дело в том, что вот Американцы, которые были на наших концертах Вот в частности в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке Они Мы пели все практически на русском Но они сказали, что они не поняли ни слова Но на эмоциональном уровне Вот это воспринималось как рок-н-ролл Это было близко Это было рок-н-ролл Это было рок-н-ролл Они так кричали Yeah, baby, it's rock-н-ролл Так, а я так понимаю Тогда в Монтре Любители джаза Истинные поклонники Монтре Они воспринимали вас как джаз? Да Так это ваша просто еще одна Уникальная такая черта И возможность На какой бы сцене вы ни оказались Становиться близкими той публике Которая там На вас смотрит У нас уже было достаточное количество англоязычного материала Поэтому мы пели и на русском И на английском И на французском Это прекрасно Планируется еще на каком-нибудь языке Например, на Туркменском Вы же шикарно выступили в этом году В Туркменистане Песен на разных языках Туркменском надо сделать обязательно Есть на тайском, на китайском языке На монгольском На немецком, французском Полиглоты Просто полиглоты Слав, да На иврите даже У нас же на иврите есть Хочу зачитать несколько буквально вопросиков И перейдем, наверное, к песне В основном, конечно, признание Но, тем не менее Ник из мытьев пишет Что помогает вам принять правильные решения в трудных ситуациях? Что помогает? Да Заметь не кто, а что? Помощь друга Звонок другу Звонок другу Нет, вообще, действительно, можно всегда с кем-то посоветоваться Интуиция помогает Да Ну, подумать Послушать мнение друзей И принять решение Правильно Юлия интересуется А будут ли новые песни конкретно для Славы и Лени? Юлечка, солнышка Дело в том, что они есть И их вы сможете услышать на наших сольных концертах Все в порядке Причем у Славы такая забойная песенка Прям для Славы эксперимента Как раз Ну, это действительно экспериментальная Как назвать? Это трек Понимаете? Это треш Танцевальный моднейший Наимоднейший, я бы сказал Трек, да Где, кстати Для меня это был эксперимент Действительно и сложный Где надо было под музыку Как это? Речитатив нет Толкать речи Декламировать Декламировать под музыку Причем нет, это не рэп Это нерифмованный текст Это нерифмованный текст Это проза Это проза Чистая И вот мне было действительно сложно Я когда Учил Текст я выучил Но вот уложить этот текст Четко в музыку То есть, если бы это были стихи, было бы проще Конечно Да, вот стихи Дело в том, что в стихах есть определенный ритм 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 есть, да В музыке, в стихах есть ритм И ты знаешь, когда, где затянуть А здесь просто идет текст И мне было действительно очень сложно Самое сложное Это с музыкой все Сочетать Потому что там Каждые три секунды музыка начинает нарастать С заднего плана все больше нарастает Добавляются какие-то инструменты И на самом деле сбиться очень легко Но мне кажется Невозможных задач для вас Для каждого из вас нет просто Да Это 100% И Барри Каримович Постоянно повторяет Что вы многофункциональные И только такие могли Казаться в этом коллективе И еще один вопросик К Лене Лене, ты питаешься только овощами и фруктами Бедный Или все-таки можешь позволить себе Хотя бы молочные продукты Я очень люблю булочки с маслом И вареники С маслом тоже Раз в год То есть все-таки молочные продукты В тесте Молочные продукты в тесте Как бы ты не пропустишь Ну расскажи о питании Вот людям интересно Как ты питаешься Да нормально Вот не все же знают Как ты питаешься Мы знаем Ты вегетариальниц получается, да? Да, сейчас да И рыбу не ешь тоже Ну сейчас да Я не могу прям зарекаться Что это будет всегда Ну хорошо Я не могу сказать Что это было всегда Мы все меняемся Конечно, да Но сейчас так Потому что я заметил Что такая диета А я думаю как-то свечение идет Прямо от человека Я думаю Это помогает очень Поддерживать вот такие Плотные графики По два концерта в день Переезда Это очень тяжело на самом деле Вот кто не знает Мы спим действительно в самолетах И в автобусах Потому что времени нет Переехали там И вот такой график выдерживать Я заметил просто Мы же экспериментируем Так, так То есть мне проще в таком состоянии То есть когда у вас совместный обед Или может быть даже Там не знаю Ужин Леня спит А у него пророщенное зерно И он отдельно заказывает Отдельное меню для него Слушайте Очень любопытно Бананчик Я вот вообще без мяса не могу Как вот можно Энергию не взять из мяса Это же животный белок Курочка А мы, ваши поклонники Не можем без песен Не можем без ваших песен Давайте споем что-нибудь Да, срочно Давайте Давайте споем Перед экранами Кто нас видит Кто знает уже танец Танцуйте А кто не знает Можно петь И делать просто движение Вверх-вниз рукой Поесть у меня Поколение вас не видит Знай Когда ты огонь Я твой кислород А когда ты весна Я мартовский год Мы так тесно сплелись Я весь из тебя Нас нельзя разделить Уже никогда Уже никогда Нельзя Уже никогда Уже никогда Уже никогда Хей, беба, хей, беба Ты моя легенда Хей, беба, хей, беба Ла-ла-ла Хей, беба, хей, беба За шикарное лето Хей, беба, хей, беба Ла-ла-ла-ла Знай, когда ты звезда, я твоя страна А когда ты слеза, я соль и вода Мы так тесно спрелись, ты вся из меня Нас нельзя разделить уже никогда Уже никогда Нельзя Уже никогда Уже никогда Уже никогда Эй, пейба, эй, пейба Нимая никогда Эй, пейба, эй, пейба Ла-ла-ла Эй, пейба, эй, пейба Стасши кайлю лето Эй, пейба, эй, пейба Ла-ла-ла-ла-ла Зажигай лето Lalala Hey baby hey baby 今夜に感到 Hey baby hey baby Lalala Hey baby hey baby 掃除外れた Hey baby hey baby Lalala 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 Hey baby Hey baby Hey baby Hey baby Hey baby Группа На На Программуляция Стране Страна FM Ребята скажите пожалуйста А на сегодняшний день На ваших концертах Вы позволяете поклонницам Кусочек вашего костюма Забрать себе на память Мы позволяем Это от нас не зависит Существуют ли эти одноразовые костюмы Которые вы шьете обычно Одноразовых уже нет Но бывают конечно случаи Когда костюм становится одноразовым Это рвут настоящие костюмы И дорогие костюмы А мне вот рвут бижутерию всю Я вот выйду с каким-нибудь красивым браслетом Как нормальный человек там Поздороваешься кому-нибудь руку в зал Я помню Главное сережки Почку серебряную порвали Я помню как Ленька На концерте где-то на стадионе На каком-то Помнишь? Леня такой в этом В таком состоянии возбужденном И в толпу так Прыгнул прям туда И Бара сосалась Тогда его уже начали вот так за ноги Вытаскивать Я смотрю такие руки женские И так по нему Так как диаметр И он такой весь в полоску Вылез оттуда Лучшее в стране На телерадиоканале Страна FM Ведущая Александра Хайрулина Вообще, конечно, друзья Должна признаться, что мы Подобные темы Никогда не затрагиваем в нашем эфире Конечно, зрители и слушатели Знают об этом прекрасно Но в данном случае Я, наверное, впервые в жизни затрону И позволим, наверное, мы себе Покопаться в нижнем белье Прямо Прямо вот так А у меня нет нижнего белья Что делать? Миш, ну это касается, конечно, больше тебя Миш, поэтому я его не уверен Потому что речь идет про социальные сети Инстаграмы Володя сделал подарок Из Германии Специально были привезены Нарядные Достаточно Дегаторские В общем, да Не просто вам какие-то А известные марки Очень хорошо Хотел спросить Это как-то у вас в группе Происходит постоянно Ну, вообще Интересно, что Миша нижнее белье-то не носит, да? Конечно Нет, я почему Теперь ношу С тех самых пор Володя, я что-то хотел сказать по этому поводу, нет? Нет, нет, нет Чисто дружеский презент просто Да нет, просто мне великолеты были Вот как То есть он их купил Поносил Подумал Постирал Постирал Хотя, насколько я знаю, Миша просил футболки Но футболок не было, поэтому, ну вот Да Заместо футболки стильные труселя Невероятная какая-то забота друг о друге И главное, что действительно в коллективе царит мир и гармония Я не мог эти труселя не выложить в инстаграм Друзья, я не могу не попросить вас А вместе со мной и вся страна Пусть в этой студии прозвучит Фаина Опять? Вот Снова Ура Только для тебя Спасибо Ну что, поем? Нет Все? Значит, закончилась музыка Давай, давай сначала заводи Ну, мое ли, молодое ли Буба, эй! Буба! Буба, эй! Буба, эй! Буба, буба, эй! Эй! Придержишь вместе, словно гдалый снег Где же фамина твой терпистый смех Прячешь ты глаза от меня И уже среди белого дня Ты с другим целуешься при всех Вместе с нами Война, 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 война О, война, 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 война Война... Папа-пай-я Да, в этой песне только капля слез Ну зачем же моина-то мне утерла нос Если даже я теперь не горжусь Я свою забуду печаль и грусть А наша песня останется Война, война, война Ах, люблю тебя, война, война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Война, 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 война Друзья! Группа «На нас»! Программа «Лучшая в стране»! Телерадионал «Кранайфен»! Друзья! Спасибо вам огромное! Мы будем ждать их еще обязательно! 16 марта отправляемся на сольников всех группы!